Единственный такой момент, где можно было поздравить и поддержать это, вот такие редкие моменты, когда... Конечно. А расскажите, каким Ярослав был в детстве? А можно папа ответить? В детстве? Да, каким был Ярослав? Как бы, не знаю, обычный ребенок. Но уже проявлялись тогда у него способности? Да, это было с самого, по сути дела, с рождения, ну, после года точно. А он был непослушным ребенком или все-таки... Да нет. Нет, он был очень послушным как раз ребенком, да. То есть наказывать не приходилось? Нет. А вот сейчас вообще следите за новостями, за его судьбой, вы издалека переживаете? Ну, а как вы? То есть читаете все эти новости? Мы вам сейчас расскажем, что дети... Не только читают, но и смотрят ваши репортажи. Лучше это не читать. Два года назад я спрашивала и у вас, и у вас, считаете ли вы шамана-легендой? Вы тоже в один голос ответили, нет, какая-то легенда, не легенда. Сейчас Ярослав уже получил звание заслуженного артиста России. Вот что изменилось за этот период? Можете сказать, что это новая легенда? Сейчас. Думаю, да. Все. А прохируйте, папа? Ой, это только временем проверяется. То есть два года? Не знаю, мне кажется, это все равно два года, это маленький срок. Но я просто хочу добавить, что это не два года, это в принципе уже больше 20 лет человек трудится и шел к этому. Не, ну давайте так, откровенно говоря, я с четырех лет на сцене. И через пару лет я буду праздновать свое 30-летие, юбилей на сцене. Это мое дело, которым я реально занимался с самого детства и буду продолжать им и дальше заниматься. Поэтому два года это просто, ну какое, во-первых, даже больше, два с половиной на самом деле. Почти три. Почти три, да. Был концерт в Кремле. Просто, просто, это как бы я на поверхности, то есть всем интересен, в общем-то на волне успеха, там чуть больше двух лет, два с половиной года. А так-то я в деле уже с четырех лет. И в деле серьезно, по-взрослому. Поэтому скоро буду праздновать 30-летие своей карьеры на сцене. Расскажите, Ярослав, последний, последний вопрос на тямбо, пожалуйста. Спасибо. Еще раз поздравляю с тем, что ты получил нагрудный знак заслуженного артиста России. В связи с чем у тебя изменился твой стиль одежды? Ты стал выглядеть более классически и официально. Ну я, в общем-то, от рок-н-ролла никуда не ушел, этому свидетельствует моя прическа. Хотя тоже в комментариях говорят, ну вот, все хорошо, костюм это и так далее. Ну вот прическа, поэтому я же как бы рок-н-ролльщик. У меня на самом деле... Да, да, спасибо тебе, Антон, да. Ну чтобы скучно не было. Поэтому, как бы, сегодня это костюм, завтра это какой-нибудь там какая-нибудь косуха и так далее. Просто я еще посчитал для песни свадебные цветы, сегодня уместно выглядеть так, как я выгляжу. Но, как бы, рокер во мне никогда не умрет. А маме с папой что нравится, в каком стиле, когда Ярослав выходит? В любых стилях. Конечно. Кожаные штаны. Нравится тебе, мам? Одобряет мама кожаные штаны. И, кстати, я хочу заметить... Стоп, стоп, стоп. Ответ всем хейтерам, которые пишут по поводу кожаных штанов. И, кстати, я хочу заметить, что это называется кожаные штаны, а не кожаные лосины. Как пишут все, так... Подожди, сейчас все камеры включили, переговариваем с этого момента. Мама, одобряешь ты мои кожаные штаны? Не то слово, я их сама ему сшила в детстве. С тех пор мы в кожаных штанах. Конечно. Да это байкерская одежда, ну только что поуже там где-то. А это байкеры такой же. Ну это на самом деле, посмотрите, 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 посмотрите глэм рокера в 80-х годов. Посмотрите просто. У меня компиляция. И лосины, это первое слово слышу. Кожаных штанов, что не слышали, дикие люди.